Коммунисты почтили память вождя мирового пролетариата. Владимир Ленин скончался ровно 89 лет назад. Сейчас сложно недооценить его роль в истории государства. Памятник Ленину есть почти в каждом городе, да не один. Однако, чем так прославился этот человек, многие современные школьники не знают. Я когда преподал в школе, меня очень удивил один момент. Владимиричу Ленину посвящено ровно две строчки. Хотя значимость его в России, с какой бы стороны не подходить, очень велика. В учебниках современных. И когда я с детьми разговаривал, со школьниками, приходилось добавлять хотя бы для того, чтобы они понимали, каким образом он вписан в историю. Нынешние деятели не прочь сбросить Ленина с корабля современности. Новый министр культуры Мединский для начала предлагает вождя похоронить. В прошлом году в обществе активно обсуждалась эта идея. Сами коммунисты против. В том числе и совсем еще юные сторонники партии. Я лично против этого высказываю. Все-таки Ленин у нас уже со дня смерти лежит на Красной площади, в своем мазолее. И это стало уже как традиция. Постоянно приедешь в Москву, подойти, поклониться телу вождю. Тем более он похоронен со всеми христианскими традициями. Он лежит ниже уровня земли. К памятнику Ленина в Иванове на одноименной площади коммунисты возложили цветы. Во время выступления неоднократно прозвучала мысль о том, что появление нового Ленина в современном обличье уже не за горами. Тем более всем известно, история развивается по спирали. Елена Белова, Олег Мелехин, РТВ Иваново.